Итоги бизнес-саммита подводят в Нижнем Новгороде и, пожалуй, главное достижение этого года – значительное расширение географии. Сохранив основных европейских партнеров, таких как Франция и Германия, Нижегородская область укрепила связи с Юго-Восточной Азией, например, такими экономическими гигантами, как Япония и Китай. Цифры превзошли наши ожидания. У нас на сайте форума зарегистрировалось порядка 12 тысяч участников. И что нас особенно порадовало, то что деловых участников в этом году стало гораздо больше. Это порядка 2,5 тысяч деловых участников. Также у нас были представители из 28 стран и 37 регионов. У нас прошли плодотворные переговоры. Также у нас приехали представители испанской бизнес-миссии. Они подписали вчера соглашение с Нижегородской компанией, в рамках которого планируют создать совместное производство из композитных материалов, компонентов для ЖД отрасли и для автомобильной отрасли. Общая сумма соглашений – порядка 4 миллиардов рублей. Авторитетные представители бизнес-сообщества прогнозируют инвестиционный бум в регионе в ближайшее время. Все больше иностранцев узнают о Нижегородской области и как о самом инвест-привлекательном регионе страны. Бизнес в целом чувствует, что ситуация в области динамически лучше, чем была. Темпы позитива значительно более симпатичны, чем мы мерили в прошлом году. Не случайно, например, в рейтинге состояние инвест-климата. Область почти на 10 позиций скакнула вверх. И, видимо, это еще не предел. Обсудили работу иностранных инвесторов в области и их оценку готовности области к подобному взаимодействию. Мне кажется, что Нижегородская область ждет определенный такой бум интереса со стороны иностранных инвесторов в совершенно разных отраслях. Готовьтесь. Так, к примеру, в рамках бизнес-саммита стало известно, что уже в октябре 2016 года планируется начало строительства солидобывающего предприятия на Белборгском месторождении Кавернинского района.